Чтобы осмотреть детский лагерь, у депутатов был всего один день. Ради этого народным избранникам пришлось отменять все другие рабочие планы. Из-за пандемии взрослым вход в юность воспрещен. По крайней мере, пока в нем находятся дети. Сейчас здесь пересменка. Здесь, в общем-то, живут. У них комнаты на этаже. На этом и на этом. Здесь у них что? Комнаты разные. Есть где, например, пять кроватей, где есть у нас четыре кровати. Все зависит от объема комнаты. Там четыре метра на человек должно быть. Здесь, так как у нас 75%, то у нас некоторые кровати будут свободны. Расстояние между спальными местами должно быть минимум полтора метра. Изменилась в этом году, конечно, и работа медпунктов. Дежурный врач на месте находится круглосуточно. В случае, если у ребенка температура, его помещают в изолятор и вызывают скорую помощь. Безопасность не только противоэпидемическая. Замечают народные избранники, требуют дополнительных денежных средств. Сейчас большая часть таких учреждений живут за счет проданных путевок. Льготную стоимость им возмещает бюджет. Вот у нас осталось два муниципальных лагеря – «Юность» и «Строитель». Здесь, как вы видите, материальные базы достаточно нормальные. Конечно, благодаря и руководству, и позиции города лагерь поддерживается в нормальном состоянии. Провели ремонт столовых. Я думаю, что детям здесь отдыхать комфортно. Досуг – это еще одна составляющая здорового отдыха. Депутаты Пензенской городской думы осмотрели спортивные площадки, бассейн и ознакомились с расписанием. От нас, депутатов Пензенской городской думы, зависит то, чтобы таких в перспективе лагерей было больше. Потому что, что там греха таить, то есть некоторые лагеря сейчас закрыты на какой-то консервации, как романтик, например. А в наши задачи входят так, чтобы дети, жители Пензенской области отдыхали внутри региона. На безопасность в детских лагерях работают современные технологии. Камеры видеонаблюдения расположены как на территории лагеря, так и внутри каждого корпуса. Продолжение следует...